Добрый вечер, дорогие друзья! Веснова на Риол 47, программа «Гатчинский Арбат» и ее ведущая Ирина Ёлочка. Как хочется теплоты, как хочется доброты, как хочется светлых слов. Это отдельные строчки, отдельные слова из песни отца Анатолия, который сегодня и пришел к нам в гости. Давайте будем знакомиться. Здравствуйте, отец Анатолий. Добрый день. Очень приятно, что вы пришли к нам. Очень рад. Мне кажется, что это какая-то для меня значительная встреча. Я поэтому и приехал намного раньше. Ничего, все уже. Просто немножко так необычно, конечно. Это такой не очень привычный каждодневный вид, когда батюшка с гитарой. И это, конечно, очень колоритно и здорово, мне кажется. Я всю жизнь с гитарой, с детства. Поэтому для меня это... И все, кто меня знает, меня знают очень многие люди, меня без гитары. Но я думаю, что в «Гатчине» тоже есть много людей, которые смотрят телеканал «Союз», где я веду авторский... А потом вы же приезжаете здесь, выступаете у нас. Я выступаю здесь, да. Недавно выступал. Вот здесь мы специально... Недалеко от «Гатчина» есть такое место, которое называется «Тайцы». «Тайцы». Да. А еще в «Гатчине» на днях выступал. Я выступал для детей каких-то вот... С ограниченными возможностями? Специальных каких-то учреждений, что ли. На базе музыкальной школы. Зал у вас здесь, да? Да-да-да, есть, конечно. Вот там я выступал недавно. Я еще веду регулярные в Старополии вечера, ну, разговор по душам. Так как я там неподалеку, восстановлю храм. На озере Долгом. Есть такое деревне зажупание, самое заброшенное. И там разрушается храм. Я просто приезжал, увидел его, и у меня сердце дрогнуло. Я вот езжу туда регулярно. И, значит, за 250 километров туда-обратно. И еще успеваю там в культурной жизни участвовать. Как-то украсить, да, еще обогатить своими выступлениями. Для меня это миссионерская деятельность. Я понимаю, что я делаю. Надо нести слово Божие. Ну, и вот так же сейчас на телевидении это то же самое. Есть возможность поговорить по душам. Я рад, что я с вами познакомился. И я очень рада. Я, кстати, хочу сказать, что я вас искала в прошлом году. Не знаю, видимо, я неправильными путями ходила. Как-то Господь меня не вывел на ту дорогу, по которой... Всему свое время. Да, ну, видимо, наверное, так и лучше. А вот так вот все вот теперь устроилось и распорядилось. И я очень довольна, что вы приехали к нам. Будем дружить. Будем, конечно, да. Давайте... Мне очень понравилось... Вот у вас говорится, что, ну, есть песни... Вот есть такое, что песни важные и не важные, вернее, главные и не главные. Более какие-то такие значимые, может быть, даже для вас. Я давно на сцене, поэтому у меня периодами... Есть период, который вот... Песни, как, так сказать, боевые, которые сейчас меня волнуют, которые... Я понимаю, что я их могу полностью себя выложить в этих песнях. Потом наступает период, появляются новые песни. Более нежные, да? Ну, как разные. Может, и боевые. Мне приходится выступать на стадионах перед молодежью. Меня приглашают на рок-концерты. В общем, где там по многу тысяч молодежи. Такие, как рок против наркотиков. Я там, чтобы сказать Божье Слово, меня вызывают. И мне приходится разговаривать с молодежью на их языке. А так как я бывший рок-музыкант... Но он же вам знаком этот язык. Да, я бывший рок-музыкант. Может, бывших не бывает, не знаю. Да, говорят, во всяком случае, музыкантов-то точно бывших не бывает. Ну, я, честно признаться, был вынужден стать. Потому что был Советский Союз, я был сознательным. У меня, во мне просыпалось собственное сознание. Я начинал понимать, где мы живем. И мне хотелось участвовать в движении. Мне хотелось вот против системы идти. Как любому молодому человеку. Поэтому вы и познакомились с Шевчуком, с Кинчевым, правильно же? Да, у меня много друзей. Но вы стали... Вы же сами-то родились в деревне Выползово, да? Да, да. В Тверской области. В Тверской области. И уже с детства вам просто любили музыку, да? И поэтому вы и поступили потом в музыкальное училище, да? Или что вы захочет? Да, училище музыкальное. А потом, чтобы найти себя, определиться, я со своим творчеством приехал в Петербург. Потому что это культурная столица. Ну, Ленинград тогда. Ленинград, да. Было... Ну, еще это был Советский Союз. Я устроился дворником. При Октябрьской гостинице. Я про вас это прочитала. Мел Невские проспекции. И сочинял музыку, и участвовал в этом рок-движении. Мы хотели, чтобы изменился строй. Но потом... Но мы не так хотели, чтобы он изменился. Как это мы прочувствовали. Нельзя было так разрушать, конечно, все. До основания, а затем. Это у нас такая русская черта. Ну, да. Надо было сохранять все лучшее. Знаешь, как храмы разрушили. Зачем вот рушили? Я знаю, да. А сейчас приходится все это восстанавливать. Это очень тяжело. Наверное, все знают, как тяжело восстанавливать. Легче построить бывает. Это такое благое дело. Потому что я из Вологодской области. У нас там маленький городок Тотима, да? О, я там был. Я участвовал в перенесении мощей Феодосия Тотимского. Да, все правильно. Там Владыка Пантелеймон. Да, да, да. И вот я участвовал, когда его привезли туда. Я почитаю Владыку. И я ночевал в доме, где Рубцов жил, у его друга. Они дружили там. Ой, как интересно. Песья-деньги там. Песья-деньги. Песья-деньга. Это ревечка. Песья-деньга, да. Ну, так. Ну, нет, все правильно, да. Песья – это по церковному славянски. Да, да, да. По русски – пёсья. А по русски – пёсья, да? Да, ну, так. Да. Так что мне эти места известны. И там вы случайно не были рядом в доме, где библиотека Рубцова, такое двухэтажное здание? Тогда еще не было. Тогда еще, наверное, да. Библиотека Рубцова, наверное, скорее всего, ничего не было. Но красивые храмы в Тотме, правда ли? Да, красивые, очень-очень. Восходы Иерусалимовские. Такая потрясающая история самого Феодосия, как его арестовали мощи, знаете? Замуровали в стену в тюрьме. И сначала в тюрьме их, когда их обнаружили, значит, был поток народа после революции к мощам, чтобы люди молились. Его арестовали и вывезли в тюрьму в мощи. А потом, а народ все равно подкупал охранников, там, деньги платил, чтобы прикладываться к мощам. Тогда его замуровали в стену. И забыли. И в советское время один электрик в Вологде, в тюрьме, в Вологодской тюрьме, он ремонтировал проводку, и гроб выпал на него, об считайте, стены. Он там что-то долбил, вот оттуда вывалился гроб. И вот так обнаружили. И вот стоя поставили гроб и замуровали в стену. И так обнаружили целую мощь. И я был как раз вот так. Повезло мне. Да, это действительно такое бывает редко. Я думаю, что это было тоже просветительное. У вас же, ну, не просто же так все это, отец Анатолий, значит, потому что совершенно была другая жизнь, когда вы работали и жили в Питере, там, убирали у Октябрьской этой. А потом произошел, я знаю, что трагический случай, очень трагический, что вы лежали и в коме, да, у вас было и... Да, я в коме. И вы после этого, когда уже, ну, стали поправляться, вы решили, это уже тогда в больнице пришло осознание, что хочется... Ну, в больнице, у меня на том свете пришло уже осознание. Я думаю, что сейчас уже это не секрет. Вот, и все, и есть свидетельства, что человек, душа уходит, и многие свидетельства есть. И человек даже видит свое тело, ну, и, может, эти передачи, смотрите, где-то книги есть. Это загробный опыт, так это называется, посмертный. И душа уходит из тела, и попадают в какие-то такие миры, другие, то есть на тот свет. Вот некоторые души возвращаются, то есть там в реанимации человека спасают и обратно возвращаются, оживаются. Так а вы помните, где вы были на том свете, в каком месте? Да, я помню. Меня, Господь, в ад, я в ад попал. Страшно? Ну, это не то слово. Это даже словами не писать. То есть место, где нет Бога, ну, вообще ничего нет. И тебя одна боль вечная. Одна секунда, как вечность. Ну, это не писать словами. И меня Архангел Михаил вытащил из этого. Я тогда ничего, я даже не уцерковлен, я просто увидел ангела, который меня вытащил из этого состояния. Я очнулся в реанимации, и у меня изменилось сознание. То есть когда я на том свете находился, еще до того, как я попал в ад, мне было все рассказано о моей жизни, о том, как надо жить, о том, что я неправильно жил. Я это все понял. Я хотел рваться обратно, душа рвалась обратно, но там уже был другой график. И когда я вернулся, я все понял. И я понял, что спасение в этой жизни может только через Христа быть. Ну, не зря его спаситель называют. Многие люди не понимают это. И через ум, или газеты, или книги, или какие-то влияния. А я личным опытом пережил, и я пошел сразу, я пошел, покрестился, вот. Потом у меня здоровье плохо возвращалось, и такой был промысел, что я попал в монастырь. Ну, вот в Архангельск. В Архангельск, да. Вот Юра Шевчук меня отправил в монастырь. И там я умирал. Некоторое время были такие случаи, что я вообще думал, что я совсем. Ну, я дополз до мощей, там святой лежал под спудом в храме Троицком, преподобный Антоний Сийский. И произошло чудо. Я исцелился по молитве. Я молился, ну, конечно, мне не хотелось умирать. Я был молодой человек. Сколько было? 27? Да, где-то так. Вот 30, может. Да. Это 89-й год. Можно даже посчитать. Вот. И потом я приехал в Петербург и стал помогать монастырю. Был построен храм Антоний Сийского здесь в Петербурге. Ну, это как филиал, да, того храма? Да, это подворье. Ну, подворье, да. Да, подворье Архангельского монастыря Антония Сийского и храм Антония Сийского. И меня туда рукоположили священником. Хотя я не планировал быть священником. А как могут только так рукоположить, если вы же... У вас не было образования специального? Не было. Есть воля епископа, когда он видит, что человек своими внутренним взором и его деятельности. Ну, человек построил храм. Я уже воцерковился. Я уже, ну, так сказать... Я просил, чтобы отдали священника, прислали романаха. Вот. Ну, епископ мне рукоположил священника. Но потом я заочно закончил семинарию. Так что я потом учился. Ну, и на практике. Вот. Ну, понимаете, просто мне все далеко давалось. Тексты запоминались, церковно-славянские. Как будто это я уже... Как будто это уже ваше когда-то было, да? Это был промысел Божий. Видимо, Господь меня оставил, потому что знал мой дальнейший путь. Он меня вернул, чтобы я прошел этот путь вот так вот. И через строительство. Потом, когда я построил, я вспомнил о гитаре. Гитара была на много лет забыта. И меня друзья мои, значит, вынудили, выпихали меня на сцену. Вот. И в театре «Странник» я дал свой первый концерт. В театре «Странник» в Санкт-Петербурге на Цветочной улице. Да, это православный драматический театр на Цветочной, 16. И вот я три года потом, после первого концерта, подбежал ко мне режиссер и сказал, что отец Анатолий... Это... Он там меня там обнимал, целовал. Такого он еще не видел. Но я исповедуюсь на гитаре, как бы, получается. То есть, получается, такие песни исповеди, да? Вот в зависимости... Просто я... У вас есть грехи, да? Вы грешите? Ну, так нет, ну, разумеется, есть, конечно. Сейчас расскажу подробно. Так получается, что каждый мой жизненный период какой-то, оно вырастает в песню. Какие-то этапы. Они настолько личные. Но, с другой стороны, я понимаю, что и в людях то же самое происходит, что и во мне. Был начальный период, когда я воцерковлялся. Или когда я очень неверующий был. У меня такие песни еще остались. Я их специально сейчас иногда пою. Вот когда у меня терзали сомнения, там... Ну, для чего я живу? Почему? Какой выход из этого? Неужели я умру? А дальше что будет? Для чего я родился? Какой мой путь? Ну, а священник – обыкновенный человек. Ему тоже хочется выпить, закусить. Это знаете... Пусть не смущаются, значит, но... Но все, на самом деле, от личности зависит. Вот сколько священников, столько личностей. Все они люди. Единственное, что отличается от людей, тем, что они священники. А что такое священник? Это значит, что такое рукоположение у священников. Ну, да. Господь положил руку на апостолов, рукоположение. Апостолы положили руку на епископов. Епископы на священников. И вот 2000 лет это передается рукоположение. Как Господь положил руку, так это рукоположение передается. То есть, когда священника рукополагают, он преображается. То есть, ну, не знаю, как, может быть, до основания... Внутренний такой свет прямо, да? Вот внутри такая счастье и радость. Со мной, вы знаете, мне было, когда меня окополагали, мне казалось, что я умираю. Один человек мне кричал, беги, беги отсюда, пока не поздно. Другой ангелы меня туда влекли, потому что... Так нет, вы думали, что вы умираете, вам страшно, что ли, у меня было? Страшно было. Мне было страшно, ужасно. Потому что вся моя такая греховная жизнь, это все такие привычки, вот это удобно, поиски комфорта. Это плотские всякие, вот это все, оно очень сильно влечет. Держит и не отпускает. Да, держит очень сильно. А духовная жизнь, наоборот, тебя в небо зовет. Ты разрываешься буквально на две части. Нижняя часть хочет своего, а верхняя часть своего. И это было такое... Ну а потом, вот и произошло. И когда я был первые три года, я был священником, я просто горел. У меня такое ощущение, что я горел постоянно. У меня не было ни дня, ни ночи. И я говорил проповеди, а сам за собой наблюдал. Потому что люди стояли, записывали прямо на диктофоны. Потому что я понимал, что это не я говорю. Такие пламенные были. Пламенные речи такие были? Да, ну такие пламенные были. Ну слова как бы... Как они сами подбирались. Я специально... То есть вы не готовились заранее, за день? Нет, я никогда не готовились к проповеди. А вы не были случайно в церкви никогда? Как другие священники, я не готовились. Я говорю о том, что у меня болит внутри. О том, что я переживаю, чувствую, я об этом говорю. И людей это очень сильно касается. И у меня еще появился, знаете, за много лет сканер. Я вот смотрю на людей, и я вижу, что их сейчас волнует. А вы знаете, что меня сейчас волнует? Догадываюсь. Есть пару тем. Ну это уже, когда через тебя там десятки тысяч людей проходят. И когда ты ведешь человека, вот и до. Или целую семью ведешь с детьми, бабками, с детками. Вот. Ты начинаешь такую... И притом священнику уже доверяют самые... Ну и самая тайная, самая своё сокровенная. Придет прекрасная женщина тебе, всё, значит, она подходит к исповеди. И такая помойка из неё изливается. Что ты просто думаешь, как этот образ совместить с тем, что у человека в душе. Никак не можешь понять. Ну как яблоко, да, бывает снаружи, а внутри там черви. Так, а священник же должен быть бесстрастным. Бесстрастным, он не должен... Ты это видишь, да. Я, нет, я не могу быть бесстрастным, это меня касается, но мне Господь помогает это всё выдержать. А по-человечески это невозможно. Это просто можно сойти. То есть неприятно вообще. С ума можно сойти? Да. Вот бы обыкновенный человек сошёл с ума просто. А Господь даёт благодать. Тем священник отличается, что Господь даёт благодать перенесения очень таких состояний тяжёлых. И человеческих, и своих собственных. Потому что, допустим, враг человеческий, он обыкновенный человек, он и сам погибает. Ему только надо на этот широкий путь подкидывать всякие штучки, и туда он широкой дорогой идёт в ад. А на священника идёт большие нападки. Потому что священник пытается человека с этой дороги, ну... Вернуть. Вернуть, да, на путь истинный. И большие очень нападения на священников. Вот. Ну, это очень грустно. Ну... Давайте песню своим, отец Анатолий. У нас светская передача, да? Светская, да. А то я, значит, сейчас разойдусь. А чего? Я беру крест, чтобы он не бился. А, хорошо. Гитару. Ну, вот последняя тема, которую... Последнее время я всё время... Чистота. Я думаю, тоже каждого касается. Каждому хочется чистоты. Начиная с собственной комнаты. А потом вот вы споёте эту песню, я её и выписала, которая мне понравилась, про Рош, про этот, про Поли, да? Да, я даже расскажу, как она появилась. У каждой песни есть целая история, как она появилась. Как хочется чистоты. Как хочется чистоты. Как хочется простоты. Как хочется тепла. Как хочется добрых слов. Как хочется светлых снов. Как хочется, чтобы любовь была. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути? С этого светлого доброго пути. С этого светлого пути. Там, где-то есть лето, солнце, правды и свет. Там, где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда. Где с нами любовь всегда. Страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна и спить. Там, где-то есть лето, солнце, правды и свет. Там, где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется чистоты. Как хочется простоты. Как хочется тепла. Как хочется добрых слов. Как хочется светлых снов. Как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь для любви пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути? С этого светлого доброго пути. С этого светлого пути. А вообще были такие случаи? Может, я сейчас какую-то глупость спрошу. Вот как раз с этого чисто доброго пути священник. И вдруг он пожалел об этом выборе? Или такое вряд ли может быть? Я думаю, что бывает такое. Чисто человеческое. Это просто, наверное, тогда слабый человек, да? Наверное, по жизни, которая... Ну, кто-то думает, что, вот знаете, посмотрите на священника, думает, что он такой, вот у него машина там, что-то еще, какие-то блага. И думает, да, когда я встал на священник, и люди за ним бегают, и руку ему целуют. И он думает, что... А потом, когда он... И руку ему целуют. И вдруг он понимает, что это все... Что за этим все стоит. Что у тебя нет ни дня, ни ночи. Что на тебе висят тысячи людей. Что им все... Что за них надо... Что за них надо молиться. Что тебе нужно храм восстанавливать. Что тебе нужно доставать громадные деньги для того, чтобы... Никто тебе их не дает. Священник вот... Ну, русская поговорка такая. Поп на болоте, на молоте. Есть такая поговорка. Но... Человек этот может понять, что это у него ничего не получается. Да. А нужно еще любить очень сильно людей. Ну, во-первых, Бога. Любовь должна быть. Если у тебя нет любви, то есть никто не придет в храм. Говорит, как поп, таков приход. Будет красивый храм, а народу там не будет. То есть, понимаете... Это трагедия тогда. Когда человек понимает, что они... Да, многие же люди идут вот именно даже, может быть, им ближе и в другой храм какой-то. Они вот идут именно к батюшке-священнику, к тому, который... Батюшек, хороший батюшек. И вы на самолетах, на вертолетах в горы забираются. По тайге идут. Девяносто километров там с ночевками. Вот. Хорошие батюшки, они все дальше и дальше убегают от этого мира. Потому что они начинают понимать. Хорошие батюшки. Суету. А вы какой батюшка тогда? Я, значит, не очень... Не очень хороший. Но, видите, вы храмы строите везде. Я миссионер. Понимаете, я миссионер. Я понимаю свою миссию. А есть священники, которые хотят просто молиться. И к ним люди тянутся. И чем дальше не убегают, тем за ними люди дальше убегают. Люди тоже хотят молиться. Потому что у них молитва действенная. Там ножка заболела. Батюшка, помолитесь. Раз. К утру нога не болит уже. Они начинают понимать. Ага. Ну и... Ага. И начинают хотеть иметь карманных батюшек. Чтобы такой вот у тебя был. В любой момент вынул. У тебя какие-то проблемы начинаются. Ты сразу раз прибегаешь. У тебя батюшка есть. Он повалился. Все прошло. Добрый доктор и болится. А батюшка в это время не спит, не ест. У него таких, знаете... В общем, очень тяжелый крест священства. Очень. Это понятно, да. Может, не каждый... Не каждый понимает его. Но я вот уже это вкусил в полной мере. Но все равно... Но чисто по-человечески, да? Да. Вы говорите, что батюшка тот же человек, только он священник чем отличается. Что вот, например, у Марины Цветаевой, у него когда спросили, есть ли у нее соблазны. Она говорит, из всех соблазнов мне нравится больше всего ближе мне это соблазн слабости, по-моему, бесстрастия и соблазн чужого. Есть какие-то искушения вообще? Ну, че тут просто по-человечески? Или просто нельзя допускать эти мысли дальше, чем она пришла, и там, господи, господи, это не мое. Знаете, вот хочу вам сказать, что происходит с человеком. Чем ближе он к Богу, тем, господи, как лампочка здесь, да? Тем все виднее. Видны какие-то пудлинки. И это, знаете, вот душа человеческая, она как коряга. Когда вот в солнечный день поднимаешь корягу на зеленом поле, а там... Червяки. А там такое все. Ну, буквально три дня. Сырое, мокрое. Три дня все зарастает, все убегает, и опять трава прорастает. Так же Господь светит на человека. И, значит, и... А! И к чему это все? Значит, впоследствии всего этого, когда человек очистится, и священник тоже очищается. Но священник еще и причащается регулярно, и людей причащает, и исповедует. Это самое главное. Остается самая главная страсть в человеке, когда он все очистил. Вот, как бы... Это мои наблюдения. Он может там-там курить, бросить пить там, что-то еще, туда-сюда, все. И остается самое главное. Ну, одна из самых главных стратей – это гордыня. То есть, того же самого священника могут так превознести, да? И все. И он тогда все теряет. Он начинает думать, что он чего-то... Вот. То есть, чего-то он из себя представляет. Вот. Это для примера. Я понимаю. А может и вылезти в винопитие. И враг начнет через это винопитие его долбить. Ему главное – его сбить с ног. И тогда начинается главная борьба. Это у любого человека. Вот когда любого возьмите человека, вот вас, и вы начнете бороться со своими страстями, наклонностями, привычками, которые уже вторая натура стала, да? Да. Любой. Вот курильщик пусть попробует взять сейчас и бросить курить. И он на такое наткнется, что эта дымящаяся палочка победит свою волю, собственно. Вот ты человек. Собственная воля есть? Какая-то такая привычка элементарная. На ночь наедаться там колбасы, пока все уснули. Вот. И все. Он все равно прокрадется ночью и все равно наестся. Пусть он честное пионерское будет давать, чего угодно. Вот. Какая-то страсть. Допустим, это называется гортанобесие или, значит, связано с едой. Человек заедает свои там нервы. Вместо того, чтобы пойти исповедаться, он лупсует там все подряд. Пирожные, мороженое, чтобы успокоить всю нервную систему. Любое вот, все что угодно. Деньги. Да? Ну да. Тело собственное. Вот он будет фитнес там и бодибилдинг, и там все качаться. И у него культ тела. Ага. И понятно, что что человек... То есть, пока человек не поставит приоритеты над собой, что для него самое главное? А вы знаете, что сказал Блажен Августин? Если Бог на первом месте, то все остальное на своем. Если у тебя что-то другое на первом месте, у тебя вся жизнь наперекосяк будет. Потому что ты живешь не по законам божественного мира. Вот ты хоть достигни самой власти, хоть денег. Все это в пух и прах. Это унесут тебя, зароют и все раздербанят. Это ужасно. Это очень грустно. Это ужасно, да. Это ужасная история. Потому что у человека неправильно расставленный приоритет. А вот давайте тогда сейчас, отец Анатолий, вот споем вот эту песню, в которой вы сказали, что вы поменяете слово. Потому что там есть такие как раз... Вот если говорить об этом, что как это со стороны... Теперь, например, смотри, что это некрасиво, да? Да. Давайте вот эту веселую. Я, вот, будучи еще мирянином, написал эту песню, не священником. Угу. Вот. У меня душа болела очень сильно. Вот, может быть, я когда с похмелья проснулся или что-то еще, я написал эту песню. Угу. Вот. Ну, я понимал уже. У меня душа-то понимала, что главное. Там... Моя... Его земная атмосфера, любовь и вера в конце песни. Да, да, да. То есть он приходит через эти все... Вдруг он через эти страдания, искушения, немощь человеческую, он приходит к этому выводу. Ну, то есть душа все равно искала Бога. Да. Но что-то... Она болеет и страдает, да? И человек не может найти выхода. Он не понимает, что ему нужно пойти и забираться взять и... Не напиться, а пойти в храм и... А человек это не понимает, да? Не понимает, да. Потому что он не приучен. Нас к этому не приучали. Я сам родился в Советском Союзе. У меня дома не было ни одной иконы. Мои родители были партийными парторгами. Один в одном месте, друг в другом. Только вот так вот. Достойно встречим съезд, там, 22-й съезд КПСС. Я еще плакаты отцу помогал писать. Ну, вот песня у меня родилась. Как раз вот, когда я начал понимать все это. Ну, она такая... Она, можно сказать, на базе народной мелодики. Ее можно как частушки петь, ну, под гармонь там. Да-да-да, она такая, как вы говорите, может, боевая или не боевая, но она такая, чуть-чуть удалая. Удалая, да. Она необычная для моего репертуара, но он ее специально исполнен для вашей передачи. Душа болела и страдала, А тело бренное гуляла. О, Боже мой, какая сила! Как это было некрасиво! Теперь живу седой неновый, На сердце камень стопудовый. Эх, разорвать бы грудь руками! Да куда денешь этот камень? Теперь зима, настанет лето, Простите бедного поэта, Его земная атмосфера, Любовь да вера, Любовь да вера. Такой проигрыш вообще классный, да? А там и теле играет человек. Учувствуется, что рок-музыкантом было прямо здорово. Ну, я передаю как бы энергетику такую. Ну да. Это я умный. Может даже сказать, крика души. Крик, да. А это же, оттуда это генетически. Да. Это такой вот. А вот говорят, есть такое выражение, Когда душа поет, да? Когда душа поет, это... Это что? Это когда все складывается в жизни, Например, и с храмом, вообще с делами все устраивается. Или душа поет по другому поводу? Ну, на земле на этой бредные одни труды. Здесь, как бы, кто-то ищет комфорт, это неправильно. Это только труд, только преодоление здесь. Душа хочет петь. Хочет петь. У меня это бывает во сне. Вот. Или, я думаю, что это во время, во время любимого... Если ты нашел свое любимое дело на этой земле, Если ты нашел, через чего ты реализовываешься. Через... В общем, вот это и есть счастье. То есть, надо найти себя вообще, человек, да? Да. Вот есть тоже такое выражение, найти себя. Я считаю так, что Господь дает каждому человеку свой путь. Вот он от рождения до могилы. И он достаточно прямой. Он ему говорит, иди вот так. Дает ему компас, но человек идет и вдруг видит что-то блестящее. Да. Что-то его привлекло. Что-то там засверкало, там образ какой-то мелькнул. Он туда раз и в болото бульк. И все. И сидит там. А это, оказывается, вонющее болото. И оттуда... А потом он начинает думать, ой, да вроде тут ничего так. И вроде и тепло. Только нос торчит. Вот. Вроде запахи. И привык уже. И так человек проходит, так его жизнь проходит. Он прекращает идти по своему пути и бороться. Там его всякие обстоятельства хмурят. Ну вот это да, это на самом деле серьезно. А дальше что происходит? Душа-то его начинает страдать, вот как в этой песне. Душа понимает, что она должна быть там, а не здесь, в этом болоте. И у человека начинается рваться сердце. Он пытается выбраться из этого болота. А если там не любовь? А если там уже дети родились, допустим? Да? Да. А ты уже все. Какой путь? Какой путь возвращения на путь истинный? А когда перед смертью Господь спросит, я тебе давал путь? Я тебе все рассказал? Я тебе посылал людей? Я тебе посылал обстоятельства, чтобы ты шел по этому пути? А ты что сделал? Ты пошел по своей похоти. Вот ты захотел так? Ну давай, теперь рассказывай. И человеку нечего будет сказать. У него будет осознание перед смертью, что вот оно откроется, глаза у него перед самой смертью за три минуты. И он поймет, что он всю жизнь прожил впустую. Представляете, что это будет какая-то трагедия для человека. Поэтому дано покаяние. Вот. Если человек осознает, покается, если он смирится, он должен еще смириться. Вот. И тогда Господь его обратно возвращает на этот путь. Конечно, вот этот пробел уже ничем, он его возвращает в то место, где он должен быть. Но вот этот пробел, где он был. Уже ничем не... То есть... Пропало время. Это пустота, да. Это пустое пространство. Так как в образовании. Знаете, если образование не получил, то ты даже не понимаешь, о чем речь. Ну, в институте, допустим. Ну, да. Ну, английский, допустим. Ты не стал учить английский? Угу. Приезжаешь в Англию. И все. А у тебя пятерка была по английскому, потому что там, короче, ты купил этот диплом. Вот. И жизнь может так. Угу. Ну, да. Ну, такие вот у меня наблюдения жизненные. Ну, такие мудрые наблюдения. Иногда у нас... А я передаю вот, ну, своим прихожанам тоже. И вот того, какой исповедует. У меня есть целая система духовного возрождения. Кто-то приходит, я говорю, у меня есть к вам предложение. Я вам предлагаю вот такую систему духовного возвращения, возрождения. Угу. Согласны? Согласна. Берем 10 заповедей. И вы начинаете думать по каждой заповеди, где вы... Потому что ваши все проблемы от того, что вы какую-то заповедь очень сильно нарушаете. Или вы не почитаете родителей? С детства не слушались. Вот не послушался родителей? Говорила мама, не выходи из-за него. Я же его вижу, как облуплено. Он тебя объегорит, пропишется на нашу площадь, оттяпает все и будет тебя бить, пить. Нет, я его люблю. Ну, пожалуйста. Твоя воля. Все так, как мама говорила. Это что? Получается, что не слышалось родителей, правильно? То есть непочитание родителей. А вот, отец Анатолий, а у вас матушка есть же, да? Конечно. Она у вас появилась когда? Ну, уже в будущем? Она в сознательном возрасте у меня появилась, когда у меня был вопрос, уходить мне в монастырь или не уходить вот так. Потому что... Ну, она из мирских была? Мне просто вот... У меня Господь ее послал. Послал Господь. Это вот явный такой подарок мне. Ангела мне послал. Видимо, мне Господь когда меня вернул, он мне уже все помощников там назначил. Мне только оставалось... Наше дело человеческое... Не пройти мимо них. Различить. Да, разглядеть. Что от лукавого, а что от Бога. И то, что от Бога надо принимать, а от лукавого отвергать. Потому что каждый человек, да, нет, вот он раз, идет мимо ларька. Я думаю, так зайду, только посмотрю. Да, уж не так никто не думает. Потом только куплю, а пить не буду. Потом только нарью, а потом только выпью. А потом две недели прошло, все, уже мебель все вынесли из квартиры. Просыпаешься, ни жены, ни детей, ничего не мебель. Но надо во всем знать меру. Да. Ведь это же тоже мера как бы имеется в виду. Это и есть называется держать себя в руках, да, когда знаешь? Вот так вот это да, нет. А, да, нет? Идешь, да, идешь мимо ларька, нет, и прошел дальше. Хотя у тебя есть желание. Ты победил, ты получил бонус. И пошел за этим бонусом. А вы матушке писали песни вот именно для нее? Да, Оля, о, у меня песня есть. Потрясающая. Да? А чего, конечно. У вас на передаче? Да, у меня. А у вас она не заканчивается передача-то? Ну еще есть время, я так сказать слежу за этим. Значит, сейчас попробую ее воспроизвести, она не всегда у меня получается. Матушка моя, это подвижница, это мой опор, это, в общем, вся теневая моя сторона, вся базис вот эта. А я тут в лучах, значит, сейчас сижу. А матушка в это время там трудится, готовит, стирается, у нее там и на храме. Причем она, она ослик, на которую моя тележка едет. Матушек очень мало знает их подвиг, очень большой подвиг о них, надо в этом говорить. И в одно из день рождения я все-таки решил ей как бы, потому что я все пою-пою, а в долгу перед ней я написал ей песню. Меня Матушка зовут Оля, вы поймете. Угу. 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 Время не идёт, оно летит Сколько было термий в пути Сколько тревог Сколько потерь Где мы с тобой теперь Оля, 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 О Оля, 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 О Мы взлетали, падали не раз Только с неба не сводили глаз В море потерь В бездне забот Сердце тихонько поёт Оля, 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 О Оля, 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 О Оля, 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 О Может, когда-то потом Мы от забот отдохнем Будет наш дом, будет наш сад Но не вернуться назад Оля, 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 оля О-о-о-о-о-о. В общем-то да, потому что еще ищи других музыкантов. Нельзя зарывать таланты. Еще других подтягиваю. И даже матушка у меня запела. И даже матушка. И некогда вообще развязываться. Она рисует неплохо. Много чего делает, но ей некогда. Ну да, конечно, столько делает. Я большой человек, как получается, на ее жизни. Ну, многостаночники, как раньше говорили. Но у вас вообще много, у вас столько профессий. Вы и строите, и музыканты, и композиторы, и поэт, и священник. То есть, я вот забыла, кто это говорит, что служения различны, да? Служения, не помню, чьи эти слова. Так у вас они действительно, эти служения, очень такие многогранные. Это все одно и то. Я как рыба в воде, знаете, просто плаваю и все. Многие люди разделяют. Он поработал и домой вернулся. Дома он другой. Потом вышел на работу, он одел там бабочку свою, значит, и галстук. Он другой. Он там гоняет всех, что-то такое. А я стараюсь быть везде и дома. Это для меня одно и то же. У меня все превратилось в служение, вся моя жизнь. Я всем говорю, что жизнь должна быть служением. Если жизнь не служение, не реализация, а служение, оно связано с моим талантом, который мне Господь дал, который нельзя зарывать. И тогда, получается, это счастье есть. Ты не замечаешь ни дни, ни своего здоровья. У тебя некогда подумать о себе. Ошибка многих в том, что люди начинают слушать себя. Вот я знаю одного человека, он начал слушать, как у него сердце там. Он вышел на пенсию. Сердце там ебнул, стучит. И в итоге он помер. Да, ну вот. Да, так заслушал свое сердце, стал скорую помощь вызывать, пить таблетки. Оказалось, сердце у него здоровое. То есть он себя загнал вот этими ощущениями. Он начал слушать самого себя. А, ну, то есть не научился в жизни этого делать, а переключаться вовне. Надо жить для других. А как вот этому научиться? Это я уже даже про себя спрашиваю. Как этому научиться? Ну, вы на телевидении сейчас находитесь, вы тем же самым занимаетесь. Вы отдаете свое время сейчас? Нет, я имею в виду, как научиться, чтобы, ну, вот мир был в душе, покой, чтобы не нервничать, не переживать. Я понимаю, что там, как говорится, Господь управит. Но как-то все равно человек нервничает. А говорят, это нельзя. Вот все идет от этих вот недель. Потому что он живет без Бога, поэтому нервничает. Потому что на себя надеется. Что он сам все сам, а сам не получается. А самолюбие заедает, эгоизм. И когда ты, знаете, одна женщина подходит ко мне и говорит, батюшка, я поняла, что на все воли Божьей. С такими глазами открытыми. Я говорю, я вам уже лет пять об этом говорю. Значит, с самого она, с церкви, говорю, что на все воли Божьей. Она говорит, так вы говорите, а я поняла сама. Представляете, меня сейчас увольняют. А я говорю, на все воли Божьей. Неужели меня Господь оставит? Да и она даже рада. Представляете? Вот насколько человек эгоистичен. Так вы не знаете, что дали женщине? Да все нормально. Как все устроилось? А потому что человек, когда не подключается к этому, вот, понимаете, его Господь дает другое. Может, человек убирает человека из ситуации. Зачем стучаться в закрытую дверь, допустим? Ну да, тоже правильно. Когда рядом дверь открыта есть. Господь тебя убирает и дает тебе открытую дверь. У меня так случалось тысячу раз. Я там ставлю цель, добиваюсь. Как сейчас ролевые тренинги, что-то такое. Учиться чего-то добиваться. А нужно ли это добиваться? Сначала спроси. У кого? У Бога? А зачем тебе это бизнес? Зачем тебе это бизнес? Для того, чтобы ты достиг... Знаете анекдот про негра? Нет. Который под пальмами сидел и ел банан. К нему американцы подходят. Чего сидишь? Отнес бы банан, заработал бы доллар. Он говорит, зачем? Купил бы велосипед, отвез бы связку. А зачем? Машину бы купил. А потом пароход бы купил, возил бы в Европу бананы. Он говорит, ну а зачем это все? Говорит, ну ты бы сидел и ничего не делал. Он говорит, а я и так сижу и ничего не делаю. И ем банан, да? Вот зачем это все человеку? Ну да. Вы вот этими философскими темами, разными религиями, направлениями, то есть стали интересоваться уже еще до... Я искал Бога. Бога. В детстве в облаках. Потом мучительно в юности. Я думал, он там, там, там. Вот какой он. Я всегда был религиозен на самом деле. Я искал Бога. Я понимал, что душа человека... Есть душа. И через чего она успокаивается? Кстати, вот. Душа может успокоиться только в Боге. Ни в чем. Ты в комфорте не можешь успокоиться. Тебе все равно, все равно надо будет что-то еще. Новую дачу. Потом снегоход надо купить еще. Потом надо охрану, потому что, чтобы соседи уже так начинают там... И так далее, и тому. И ты просто все, что ты создаешь, и начинаешь страдать от этого. Ну, в общем-то, нет. Я с этим согласна. Майкл Джексон умер в барокамере. Да. А этот... Руконрольный, как король-то руконрол. Элвис Пресли на кожаном диване, мучаясь от собственного эгоизма, помер, и от наркотиков. А у человека все было. Весь мир перед его ногами. Как это все-таки печально и грустно, да? Что человеку нужно? Что? У человека все есть. Это потому, что, как вы говорили, идешь мимо ларька, просто зайду, посмотрю, мне это ничего не надо. То есть человеку нету... А просто вы читали Мартина Идена, Жака Лондона? Нет, конечно. Как там молодой человек гладил там все белье, он хотел быть писателем, его никто не знал. И как девушка он добивался там, и все. И он поставил себе цель достигнуть этого, и он стал великим писателем. Да, да, да. И выбросился в окно парохода, взял круиз, самый дорогой, а потому что он сгорел. Достижение этой цели. И девушка ему под... он уже увидел, что это за девушка. Она ему не нужна была. Ничего ему уже... Ему уже ничего было не нужно. Какой смысл? Он уже весь был пустой буквально. Да, он выгорел. Весь выгорел, да. Отец Анатолий, я думаю, нам надо еще попить песен. Да? У нас музыкальная передачка. Давайте про рожь-то. У нас музыкальная передачка? Да, она у нас не разговорная, она музыкальная. А что вы хотели бы? Вот я эту песню про рожь, я забыла, как она... А, «Эх, пойти бы в поле...» Нет, вот тут. Там какие-то есть такие слова, «Эх, пойти бы в поле, где рожь». Дальше я не успела записать. Ну и хорошо. Я помню эту песню. Я в деревне, у меня вывозили в деревню к бабушке по Раскеве. У нее были ульи, а за полем кладбище. В этой песне. Там за полем твой дом. Мы в него без боли войдем. То есть, когда уже было бы немного любви. И я однажды приехал в деревню, уже будучи взрослым. И у меня эта песня там родилась прям буквально. Я это все вспомнил. Как в детстве все вспоминаешь. Рожь, из-за него сельки, там солнце, небо, трава. Пчелы летают. И ты такой счастливый. Много солнца всего. И я написал ее, но уже будучи в городе Петербурге. Это как ностальгическая песня. У меня нет никаких выводов. Она закончилась и все. Сейчас спою ее, попробую. Я редко ее исполняю. Ну, как получится. Разрешилось небо дождем. Мы сидим и хлеба все ждем. Эх, пойти бы в поле, где рожь. И расстаться с болью под дождь. Там, за полем, твой дом. Мы в него без боли войдем. Было бы немного любви. Эх, беги, дорога в пыли. Очень хорошее. Для меня. Да, лично. Лично. На самом деле все должно быть лично. Не для кого-то так вот в общем. Вот не говорят, не бывает общественного счастья. Счастье должно быть личное. Вот мы сейчас встретились, и мы радуемся, что мы встретились. Я так очень радовалась. Спасибо, Господи. Я так обрался, что раньше приехал. Ну, песен очень много. Я, кстати, выпустил сборник «Какой ся чистоты вам тоже ударю». Да-да-да, я его и хотел еще показать. И диск «Какой ся чистоты», да. Спасибо огромное. Вот, там тексты моих песен и еще стихи. А вообще, в принципе, в Питере можно приобрести ваш диск, да? Где-то, например, в Александре, в Невской лавре нет? Нет, на моих концертах только. У меня большая концертная деятельность. Я все время езжу, я очень люблю выступать. Люблю общаться, вот. Ну, у меня такая миссия. Так что я в Гатчине бываю и в Ланцевском районе. Меня можно догнать. Мне сверкнули, отец Анатолий, как с вами встретиться? Я говорю, меня нужно догнать. Если догонить, я с удовольствием. Мне вот кто-то, кому-то надо, тот дыхание. Вот как-то я вас догнала все-таки, отец Анатолий, да? И мы с вами встретились. Да. С большим удовольствием. Песня. Когда великая любовь слегка коснется Твоих печальных берегов И засияет в небе ласковое солнце На фоне чистых четвергов Тогда свой посох И с уму бери в дорогу Проси прощения И в путь Все то, что было и что будет Слава Богу Теперь осталась Только суть Странник Одинокий странник Когда великая любовь Тебя коснется И ты очнешься от греха Прольются слезы И душа твоя взовьется Весенней птицей в небеса Тогда все скорби Беды, муки и печали Как тени сгинут в никуда Одна дорога Ты один стоишь в начале Лишь одинокая звезда Над тобою странник Одинокий странник Одинокий странник Знаете что? Я хотел одну песню спеть А получилось другая Не знаю почему Да? Да Может быть потому что Я потом На первом комплекте понял Что я другую песню пою Не знаю почему На самом деле Эта песня Так немножко конечно грустна Но в то же время Когда вот я ее слушала Ну вот если просто Хочется поразмышлять О жизни Например ее послушал Дело в том что Каждый одинок На самом деле Глубоко одинок Это нам кажется Что мы такие общественные Какие то деятели Что там вокруг нас люди А предстанем Душа предстанет Перед Богом одна Никто не Никого ты не притянешь Там свидетели Что-то еще Потому что Спросят с души Что ты делал На этом свете Надо идти исповедоваться И причаститься Точно Как ты что Да захотелось Захотелось Вот это вот Хорошо Значит цель достигнута Ну так Сколько у нас там еще осталось Во время У нас осталось Пожалуй еще на одну Композицию Композицию Передача Я спою такую Простую-простую песню Хорошо Простую-простую А потом я вас поблагодарю И мы расстанемся До новых встреч Ну дай бог Свидимся Я рисую город На стекле Я рисую храмы И цветы Знай этот мир Лежит возле Знай у меня Есть только ты Я рисую город На песке Люди, море, птицы, облака Знаю, все лежит В твоей руке Знаю, это добрая рука Там на перекрестке Зла, добра Там на пике Смерти и любви Город мой Злато-серебра Мне нарисовать Благослови Золотое солнце В небесах Золотые птицы В облаках Золотые песни На устах Радость золотая В образах Я рисую город На песке Я рисую город На стекле Я рисую город На песке Я рисую город На стекле Очень красивые слова Вы, Одесса Анатольевна, все-таки очень талантливый человек Понимаете, у вас мысль дает мне Господь, да Я себя так, ну, не ощущаю, наверное Потому что Тогда Сразу работа прекращается Когда ты начинаешь себя чувствовать Что, да, типа Я так ничего, да? Да Неплохо у меня вся Тогда сразу Я сразу в тупик захожу Надо говорить Спасибо Господь И уже ничего Ничего не могу У меня было такое Проходило разное Есть у меня такая одна песня Но мы уже не спеем Но в следующий раз Грустное Погрустнее, чем это Но У меня есть еще песни Есть такие, знаете Программные, как бы Многомерные С образами Туда уходит образ Туда Как Как Такая, знаете Мюликл Как композиция В одной песне у меня Несколько образов Ну, это, наверное, следующая передача В следующая передача, да К сожалению, она у нас просто часовой Если будет резонанс какой-то Я Ну, никаким образом Уже Как бы этого не сделать больше Я, конечно Спасибо большое за встречу Я вас благодарю за эту встречу Спасибо, и вас Вы пригласили Знаете, у меня Гатчина Все больше и больше За моей жизнью занимает место Вот не знаю почему Да Я просто чувствую, что меня сюда влечет Ну, в эти края Вот в этот район Ну, это Красный город Поэтому я сразу откликнулся Красиво сейчас Да Да, нет И вот за это тоже огромное спасибо Мало кто знает Спасибо, я очень загремало рассчитывала Я бы хотел свою копеечку В смысле душевную Внести в эту Вашу копилку Спасибо большое Спасибо вам за вашу передачу А вы можете Как сказать В завершении Благословить наших телезрителей Как-то Куда вы Где у вас Центральная камера Ну, вот можно вот в эту Боже всем благословения И ангела-хранителя На всех ваших жизненных путях Спасибо, Господи Спасибо, Господи А я буду прощаться С нашими телезрителей Давайте Неисповедимы пути Господни Но тем не менее То, что мы делаем сейчас Хотелось бы, чтобы мы Это все делали хорошо И тогда потом Тоже все будет хорошо И все управится Спасибо вам За то, что вы были вместе с нами Здоровья, счастья И успехов во всех ваших делах Мира в Душе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok